МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия. Информационная программа «Республика» с главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомит наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Прорывные проекты. Партия «Единая Россия» формирует программу развития страны на Всероссийском съезде. Радость слова. В Чубаксарах прошла православная книжная выставка. Слились воедино. В Чубаксарах отгремял традиционный фестиваль «Родники России». Глава Чувашия Михаил Игнатьев сегодня находится в Москве. В правительстве России он обсудил вопросы финансирования социально значимых программ с федерального бюджета. Речь шла о работе по снижению напряженности на рынке труда. По договоренности с премьер-министром российского правительства Дмитрием Медведевым в программе занятости примут участие более 4,5 тысяч человек, из которых 60% работники предприятий концерна «Тракторные заводы». Общий объем финансирования программы – 154 миллиона рублей. Глава Чувашии обсудил вопросы предоставления второго транша на строительство нового корпуса онкодиспансера. Первый в размере 195 миллионов рублей уже поступил. Кроме того, должны поступить 500 миллионов рублей на сбалансированность республиканского бюджета Чувашии. С учетом указанной суммы дотации на эти цели в 2016 году составит более 840 миллионов рублей. О том, какие еще вопросы, актуально для республики, обсудили на еженедельном совещании правительства Чувашии. К сожалению, в Чувашии продолжают тонуть люди, констатировал председатель Госкомитета по делам ГОЧС Вениамин Петров. Несмотря на все принимаемые меры, список растет. Только в воскресенье в пруду в Чуваксарском районе утонул 6-летний мальчик. Причина – невнимательность взрослых. Большая часть несчастных случаев на воде происходит именно вне мест специально оборудованных для купания и отдыха населения. Хотя рейды муниципального образования совместно с правоохранительными органами, с нашими спасателями, с инспекторами ГИМС проводят регулярно, но одними рейдами вопрос мы не решим. На сегодняшний день в Республике 18 происшествий, в прошлом году было 19, и утонули у нас 19 человек, в прошлом было 15, то есть увеличение на 26,7%. Вениамин Петров и все правительство Чувашии убедительно просят людей ответственнее относиться к своей безопасности и безопасности детей. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики в этом году составляет 4,103,000,000 рублей. По состоянию на 23 июня 2016 года из 3,959,5 миллионов рублей объем заключенных государственных и муниципальных контрактов составляет 2,962,7 миллионов рублей, то есть 75%. На остаток средств в сумме 996,8 миллионов рублей, 25%, в настоящее время осуществляются конкурсные процедуры по определению исполнителей дорожных работ, завершение которых запланировано в июле 2016 года. В Минстрое читался о реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. До сентября 2017 года необходимо переселить более 13 тысяч человек. Сегодня по результатам трех этапов новые квартиры получили ровно половина. До конца текущего года нам необходимо переселить порядка трех тысяч граждан из аварийных домов площадью 41 тысяч квадратных метров в 12 муниципальных образованиях республики. Это по второму и третьему этапу. Председатель кабинета министров Иван Маторин поручил уже сейчас организовать всю необходимую работу по выполнению четвертого этапа программы. В фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства министерством защищена заявка на предоставление финансовой поддержки. В республику поступил аванс 239 миллионов рублей. Органами местного самоуправления начата работа по подготовке земельных участков под строительство, проектов и проведению процедур торгов. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика. Минувшие выходные в Подмосковье прошел съезд Коммунистической партии России на съезде. Утвердили программу, с которой партия пойдет в Думу и списки кандидатов. Ожидается, что по всей стране их будет около 500. А вот у справедливого Россов программа будет состоять из 25 законов. По словам лидера партии Сергея Миронова, программа разрабатывалась на основе требований граждан. В Москве проходит и съезд партии «Единая Россия». На нем тоже будет принята предвыборная программа, определены кандидаты для участия в выборах в Государственный Думу России. В работе съезда принимает участие свыше 2000 человек со всей России, в том числе и делегация Чувашия. Партия власти собирается выйти к избирателям не с набором лозунгов. Единороссы представляют стратегию развития страны. Политическая партия «Единая Россия» в Российской Федерации – это партия реальных дел. Пускай обещания не дает, данные обещания все выполняют, это во-первых. Во-вторых, в повестке дня сегодняшнего съезда, 15-го съезда политической партии «Единая Россия» это корректировка действующей программы. Будут внесены существенные поправки с учетом требований и предложения населения. Это очень важно. Партия «Единая Россия» имеет обратную связь. Депутаты и Государственного Дума, и Государственного Совета. Мы, должностные лиц в органах власти, постоянно встречаемся. Постоянно выезжаем в муниципалитеты и имеем постоянное связи. В первый день съезда работали 10 дискуссионных площадок. Говорили о развитии промышленности, сельского хозяйства, медицины. Делегация «Чувашия» почти в полном составе активно участвовала в разговоре о том, что станет главным для системы образования на ближайшие годы. Помимо, как уже было сказано, детских садов, дан старт строительства новых школ. Мы активно участвуем и в модернизации и реконструкции спортивных залах, а в сельских школах. Это, считаю, тоже тот результат, к которому нужно стремиться. Ну и завтрашний день, я уверен, принесет тоже нового. Мы находимся в ожидании новых задач, новых направлений, тех целей, которые будут поставлены в целом перед партией членами «Единой России». В «Чувашии» есть чем гордиться в этой сфере. У нас практически ликвидирована очередь в детские сады. Можно сказать, что партийный проект, которым руководила депутат Госдумы Чувашия Алена Аршинова, республика выполнила. Вслед за детскими садами партия предлагает строить школы, современные, с компьютерными классами и бассейнами. По проекту «Детские сады» теперь была включена в реализацию проекта по новой школе. Это модернизация общего образования, строительство новых школ. И очень здорово, что в ближайшее время уже в Чувашской республике будет открыта новая школа в Комсомольском районе. Я была там, инспектировала, видела. Очень хорошая светлая школа. И планируется открытие новой большой школы на улице Гладково. Сейчас там большими темпами возводится уже новое здание, и строители во всю работают. Конечно, очень большие субсидии должны к нам прийти, федеральные. Поднимали на площадки вопросы среднего профессионального образования, как сделать престижными рабочие специальности. В этой сфере в Чувашии также много делается. Создаются учебные центры подготовки инженеров. Глава Чебоксар Леонид Черкесов рассказал об опыте столицы республики в расселении граждан из аварийного жилого фонда. Вот у нас освобождается после аварийного дома. Земля уже муниципальная. Мы выставляли проект развития застроенной территории на аукцион. И последующие уже аварийные дома мы переселили за счет застройщиков. Сегодня, во второй день, на съезде выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что сейчас важно сосредоточиться на прорывных проектах, которые обеспечат динамичное развитие страны и благополучие граждан. Сегодня же на съезде утвердили список кандидатов в Государственную думу нового созыва. Выборы пройдут 18 сентября по смешанной системе. 225 депутатов будут избираться по партспискам и столько же по одномандатным округам. Более подробно о программе, которую приняли на съезде, смотрите в нашем завтрашнем эфире. Татьяна Молокова, Республика. С 1 июля в Чувашии, как и во всех других регионах, повысятся тарифы на коммунальные услуги. Напомним, по решению правительства Российской Федерации, они могут изменяться не чаще одного раза в год в пределах, установленных для каждого субъекта. В Чувашии последнее повышение было ровно год назад. О том, сколько придется платить с 1 июля этого года, разъяснили специалисты сразу нескольких ведомств. Цифры уже определены. Тарифы на тепловую энергию повысятся на 6,5%. Городское население будет платить за электроэнергию 2,98 рубля за 1 кВт, сельское – 2,09 рубля. Цена природного газа вырастет на 13 копеек и составит 5 с небольшим рублей. Тарифы на тепловую энергию, питьевую, горячую воду, водоотведение устанавливаются по решению местных органов власти. С 2016 года законодательно изменен подход к тарифному регулированию. Если в предыдущие годы правительством и Федеральной службе по тарифам устанавливались предельные индексы изменений тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, то с этого года это ограничение снято. Остается ограничение в рамках предельных индексов только услуга электроснабжения. И таким образом есть один индекс – индекс изменений совокупных златых граждан, в рамках которого мы сегодня устанавливаем все тарифы на коммунальные услуги. В тарифы заложены и инвестиционные программы предприятия, обеспечивающие жителей теплом, водой и энергией. Поэтому в некоторых муниципалитетах, таких как Чебоксары, Новочебоксарск, Лапсарское сельское поселение Канаж, Шумерля и другие, тарифы будут чуть выше, чем в среднем по республике. Вслед за увеличением тарифов вырастут и республиканские стандарты расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Гражданам, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг составляют более 22% совокупного дохода семьи, предоставляются субсидии. Субсидии назначаются сроком на 6 месяцев, предоставляются из средств республиканского бюджета Чувашской республики. В 2016 году на данную выплату предусмотрено в бюджете республики 246 миллионов рублей, однако на 1 июня израсходовано уже 125 миллионов рублей или 50,8%. Для сравнения скажу, что в прошлом году, в 2015 году, на данную меру соцподдержки было выплачено 206 миллионов рублей, то есть в текущем году, предусмотрено на 20% больше. Государственная жилищная инспекция ведет постоянный мониторинг платы за коммунальные услуги. Жалобы на неправильное применение тарифов поступают довольно часто. С начала 2016 года поступило более 1600 обращений. Естественно, все эти обращения рассматриваются, по многим из них проводятся проверки. Но необходимо отметить, лишь половина жалоб обоснована. Нередко люди, сравнивая квитанции за декабрь старого года и январь нового, не принимают во внимание увеличение потребления электро- и теплоэнергии. Проще говоря, если бы они использовали ровно столько же ресурсов, сколько месяц назад, цифры были бы те же, ведь сам тариф не изменился. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика. Радость слова. В столице Чуваши открылась православная книжная выставка-форум. Там побывала и наша съемочная группа. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. По православному вероучению считается, что Бог творил мир именно словом. В честь Библии взяла свое название православная книжная выставка. Был задуман проект «Радость слова-выставка», чтобы на региональном уровне мы могли показывать всю полноту, весь спектр той литературы, которую церковь может рекомендовать обществу. И вот сегодня мы уже в полноте, более пяти лет путешествуем по всей стране, объездили более 30 регионов и прибыли вот сюда, на Чувашскую землю, в Чуваксары, в дни празднования республики. И сегодня мы представляем весь полный спектр той литературы, которую церковь рекомендует обществу. Это книги, которые могут стать настоящими не просто друзьями, пылящимися на полке, а могут стать путеводителями по жизни. Православная, духовно-нравственная, образовательная, детская, художественная и публицистическая литература – все это представлено на выставке. Огромное количество книг, которые могут быть интересны и взрослому человеку, и ребенку. Все книги здесь тематически разделены, и найти среди них нужную именно вам не составит никакого труда. Проект «Радость слова» задуман как площадка взаимодействия церкви, государства и общества через книгу. И поэтому неудивительно, что проведение выставки поддержала наша республика. Мы же хотим, чтобы люди жили в мире и согласии. От этого единства, соответственно, добрая и созидательная сила, которая будет побеждать всегда зло. Больше света, меньше тьмы, как говорят, больше доброты, меньше зла. Тогда и в обществе будет общественно-политическая ситуация стабильная. В каждой семье всегда будет расцветать мир и согласие, любовь, любовь к сосреди, уважительное отношение к старшему поколению. Это на самом деле духовные, нравственные ценности, культурные ценности многомационального российского народа. Поэтому мы умеем это ценить. Мы сотрудничаем, эффективно взаимодействуем с Русской Православной Церковью, с нашей митрополией. А главная цветы не форума. Ковчег с частичкой мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона сейчас находится в Покровско-Татьянинском соборе. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Чуваша отметила День Республики. Одно из самых зрелищных мероприятий праздничных дней – шествие участников фестиваля «Родники России». Мы прошли с ними по всему маршруту и видели выступление победителей на Красной площади. Сегодня проспект Ленина закрыт для транспорта, но здесь не менее активное движение. Здесь стекут «Родники России». Разные костюмы, разные флаги, разные песни. До 2004 года фестиваль назывался «Родники по Волжии», однако последние годы ему мало даже названия «Родники России». В Чебоксары приезжали команды из Намибии, США, Бельгии, Италии, Белоруссии и других стран. Коллективы профессиональные и любительские. Те, кто занимается традиционным народным творчеством или наоборот, на его основе создает что-то новое. Мы из Ленинградской области, город Выборг, на границе с Финляндией живем. Ансамбль «Вереск». Это балалайка у нас в руках. То есть настоящая русская балалайка. Настоящая русская балалайка, да. Можно не в часы играть? Нет, я вам могу даже показать частушки. Так что покупайте балалайку и играйте в свое удовольствие. «У вас костюмы необычные, да, по сравнению с другими?» «Стилизованные, под фольк-рок». «Так, что такое фольк-рок?» «Рок, фольклор мы обрабатываем и в роковой джазовой обработке». Большинство команд приехали за сотни или даже тысячи километров. Во время шествия в Чебоксарах им пришлось пройти еще два с половиной. От национальной библиотеки до Красной площади. «Что вы сказали?» «Здравствуйте, от калмыцкой земли. Большой привет!» «Мы из Агестана, города Махачкалы. Гиргебель, с конселения Гиргебель. Приехали сюда, в Чувашии, на этот фестиваль». «Это национальный свадебный наряд, очень-очень старинный. Одевает невеста, которая сохранена, этот обряд сохранен и до сегодняшнего дня». Замыкают колонну чувашские команды. «Здравствуйте, а вы откуда?» «В Козловский район. Волга заход спущий». «Так, что у вас за инструмент?» «Да инструмент. Это просто свинар называется. Треугольник, как обычно. Потому что там ножник, а материал из конского грабля». «Сами сделали?» «Сами делали». Танцуют и поют ансамбли, весь маршрут. Но самые яркие номера оставляют для сцены на Красной площади. Там проходит гала-концерт и награждение победителей. Победители фестивалей есть, а проигравших нет. Для артистов главное – сцена, внимание и аплодисменты. Всего этого в Чебоксарах было в избытке. Ольга Бурочкина, Олег Якимов, Республика. В Чебоксарах подвели итоги международного фестиваля фейерверков. Пиротехники соревновались за звание лучшего на протяжении двух дней. Победителей выявляла не только компетентная жюри, но и зрители. Чья программа заслужила высоких оценок, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Когда заканчивается обратный отчет, небо над заливом превращается в огромное полотнище, на котором с помощью пиротехников вырисовываются цветные картины. Дала представление фестиваля, по традиции посвящают Дню Республики. Композиции из огней меняются каждую секунду, водопады, цветущие сады, фонтаны. Организаторы шоу в очередной раз доказали, что из пороха можно создать произведение искусства. Международный фестиваль фейерверков уже давно стал визитной карточкой Республики. В этом году свои программы на суд зрителей и жюри представили команды из Чебоксар, Москвы, Минска и Астаны. Для меня вообще просто, знаете, не ожидал такого впечатления, что... Ну, сказка, честно говоря, вот сказка. Я впервые получил такое вдохновение, что вы... А тем более у меня профессия связана с изобразительным искусством, соответственно, я вижу такую красоту. Наше впечатление очень даже отличное, очень понравилось, положительное. Дети уже начали засыпать, и когда начался фейерверк, все проснулись, все обозрения... Ну, шикарно, молодцы. Я думаю, достойно Республика показала себя. Синхронность пиротехнических элементов и музыки – главное условие фестиваля. Жюри оценивают и постановку номеров. Лучших пиротехников приехал поздравить и глава Республики. Столько впечатлений, столько красоты, столько роскоши, столько духовной, мощной, созидательной силы. И эти ценности являются всегда непобедимой силой. Вы молодцы? Так держать! Приз зрительских симпатий получили гости из Минска. Грам-при фестиваля в этом году достался чебоксарской команде. Надо знать, наверное, уметь создавать сначала образы и картины у себя в голове, потом это проецировать свои мечты, свои видения на компьютере, и уже потом, зная изделия, зная технические характеристики, их красочность, уже это повторять, воплощать это для того, чтобы увидели зрители. В следующем году фестиваль фейерверков пройдет в десятый раз. Организаторы ожидают, что география участников расширится. Андрей Ковалев и Олег Якимов. Республика. Наши спортивные надежды. Сразу после чемпионата России по легкой атлетике в Чебоксарах прошел национальный чемпионат по спортивной ходьбе. Быстрее, выше, сильнее. В столице Чувашии стартовал чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе. Полагаю, что много будет интересного. И эти соревнования дают нам дополнительные стимулы посмотреть на себя, оценить комплексно, какие мы имеем сильные свои стороны, какие у нас еще слабые стороны. Есть внутренний потенциал у спортсменов, у тренеров и у тех, кто занимается разными видами спорта. И мы в своей работе готовы принимать волевые решения, управленческие решения для того, чтобы создать еще наиболее комфортные условия, чтобы наши юноши, наши девушки поднимались по карьере, попадали в сборную команды Российской Федерации, а потом уже защищали честь нашей любимой Российской Федерации. Хотел бы высказать благодарность республике. Здесь всегда теплый, радушный прием. Ну, а спортсменам хотел бы пожелать честной и бескомпромиссной борьбы. 170 спортсменов из 13 регионов страны будут бороться за призовые места и медали чемпионата на дистанциях 5000 метров, 10 тысяч метров и 20 километров, каждый в своей категории. Екатерина Медведева уже второй год участвует в чемпионате. И за это время добилась высоких результатов. Я очень счастлива, что заняла первое место по молодежи, второе по взрослым. Подготовка была очень долгая, волнительная. Было очень много проблем, но мы справились. Я счастлива. В следующем году чемпионат мира, я буду надеяться, что я поеду туда. В этом году на чемпионате разыграли 10 комплектов медалей в четырех возрастных категориях. На дистанции 20 километров с огромным преимуществом и личным рекордом победила спортсменка из Мордовии Елена Лошманова. Среди мужчин на дистанции 20 километров лидером стал Сергей Шарабоков, представляющий Удмуртию и Мордовию. Серебряным призером с личным рекордом стал Дементий Чапарев, бронзу чемпиона Европы среди молодежи прошлого года Николая Маркова. В шаге от призового подиума остался хозяин трассы Кирилл Фролов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Я с вами прощаюсь, а впереди вас ждет еще информация о предприятиях-участниках выставки «Регионы. Сотрудничество без границ». До свидания. Компания Ростелеком представила на выставке удобные решения для бизнеса. Желающие могли самостоятельно протестировать веб-видеоконференции и узнать подробнее о виртуальном центре обработки данных. Эти услуги подходят как для индивидуальных предпринимателей, так и для средних и крупных предприятий. Позволяют клиентам вместо закупки собственного сервисного оборудования управлять виртуальными машинами на базе облачной платформы Ростелекома и существенно минимизируя издержки. Развертывание услуг происходит оперативно в течение нескольких минут после заказа. Существует тестовый период до семи дней для непосредственной оценки клиентам всех преимуществ предлагаемых решений. Веб-конференцию мы сегодня демонстрируем на выставке, где каждый может ознакомиться с ее функционалом. Веб-ВКС подключает преимущественно организации, подразделения которых территориально распределены по городу, республике и в том числе городах России. Виртуальные цоды на сегодня используют как совсем небольшие предприятия, состоящие из нескольких человек, так и крупные корпорации с большой численностью персоналов. Услуга позволяет сократить инвестиции в собственную IT-инфраструктуру бизнеса и тем самым минимизировать капекс. Появляется возможность перевода IT-специалистов на другие проекты, что экономит затраты на трудовые ресурсы. В дымозоне интерактивного телевидения от Ростелекома посетители выставки могли на практике ознакомиться с сервисами услуги – управлением просмотром, видеопрокатом, караоке, а также самостоятельно оценить функциональность меню, список предлагаемых просмотру фильмов и многое другое. Желающие подключить услуги Ростелекома для бизнеса и домашнего пользования могут обратиться в офис компании по адресу город Чебоксары, улица Гагарина, 20А. Возьми будущее в свои руки и вступай в ряды студентов Чебоксарского кооперативного института. Юриспруденция, экономика, менеджмент, финансы и кредит, торговое дело, товароведение, прикладная информатика. Уже больше полувека ВУЗ готовит специалистов различных направлений. Институт сегодня – это три факультета отделения среднего профессионального образования, 15 кафедр, на которых ведется подготовка специалистов по 8 специальностям среднего профессионального образования, а также 9 направлениям бакалавриата, 8 направлениям магистратуры и 3 направлениям аспирантуры. Я думаю, что мы являемся дважды лауреатами премии Министерства образования и науки Российской Федерации. Ни один был в Чувашии, никогда не был лауреатом Миноборнауки России. Дважды лауреатом премии президента Чувашской республики системы менеджмента качества, а также три года тому назад президент России Владимир Владимирович Путин нашему коллективу объявил благодарность. И вот эта оценка, наверное, подтверждает качество обучения в стенах нашего института. Славится институт и своими уникальными современными лабораториями, аналогов которым нет не только в Чувашии, но и в Поволжье. Обучаться в Чебоксарском кооперативном институте можно только на платной основе. Но ВУЗ ежегодно дает возможность абитуриентам поступить в институт бесплатно. Такой шанс есть у школьников, которые имеют не менее 90 баллов по ЕГЭ, показывают хорошие результаты в спорте и науке. Уже много лет подряд ЧКИ предоставляет и скидки на обучение. В этом году ВУЗ существенно расширил список льготников. К ним относятся абитуриенты, члены семьи которых закончили ВУЗ, военнослужащие, выпускники учебных заведений-партнеров, работники по требкооперациям и льготная категория граждан. Когда я закончил школу и настало время выбирать высшее учебное заведение, искали, думали вместе с родителями и все сошлось как-то на кооперативном институте. По одной простой причине. Кооперативный институт, по моему мнению, потому что я о нем слышал, и я уже в нем три года учусь и в этом полностью уверен, это лучшее учебное заведение в Чувашской республике. Институт дает хороший карьерный старт десяткам тысяч выпускников различных специальностей. Многие из них остались преподавать в институте, передавая свой опыт, знания, умения, а главное – любовь к родному вузу и выборной профессии новым поколениям студентов кооперативного. Если и вы хотите попасть в ряды студентов Чебоксарского кооперативного института, то бегом в вуз. Приемная комиссия уже начала свою работу. В будни с 8 до 19, а в выходные с 9 до 16 часов ЧКИ ждет абитуриентов. Швейная фабрика «Элита» использует именно качество ткани. И мы отслеживаем многоэтапно, у нас порядка 4 этапов отслеживания по приходу качества сырья. Особое внимание уделяется производству детской одежды. Она полностью сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. Продукцию швейной фабрики «Элита» знают и любят во всех уголках России. «Покупали вообще замечательное. У меня брат уж такой привередливый. Вообще он каждую там строчку смотрит. И то говорят, ну вообще качество вообще. То есть на уровне и с длинным рукавом, и с коротким есть. И прям на любой вкус. И молодежный есть, и постарше для людей есть. Качество ткани отличное. Дышащие, текстуры интересные. То есть покрой, пошив. То есть все устраивает, все нравится. Мы пользуемся этой продукцией, покупаем. Нам она нравится. И цена приемлемая. Швейная фабрика «Элита» – лучшие социально ответственные предприятия республики 2015 года. Компания выполняет все требования законодательства и предоставляет дополнительный социальный пакет своим сотрудникам. Эта работа социально ориентирована. У нас предприятие строится уже достаточно давно. То есть предприятию будет на следующий год 25 лет. И все эти годы мы стараемся вкладывать именно в людей. Потому что знаем, что от людей зависит многое в бизнесе. И от того, как они себя чувствуют в организации, так они и работают. Каждый год «Элита» обновляет ассортимент продукции, который соответствует мировым трендам. Приобрести мужские сорочки можно в фирменных магазинах компании. Скоро в продаже появится осенняя коллекция. Одежда «Вестер». Качество, комфорт и стиль. В экспозиции компании «Ядрин молоко» традиционно собираются ценители вкусной молочной продукции. Молоко, кефир, масло, ряженка – выбор велик. Предприятие разработало более 40 рецептур, в основе которых лежит экологически чистое сырье. Бренды «Наша корова» довольна полюбились многим покупателям. Очень любим продукцию «Ядрин молоко». И молоко любим, и кефир, и йогурт нравится особенно с ягодами, с клубниками. Очень любим масло. Всегда едим только ядринское масло. Мой самый любимый йогурт – это клубничный «Ядрин молоко». Я и моя семья, мы очень любим вот этот творог «Ядрин молоко». Почему? Потому что и цена хорошая, и вкус хороший. Потому что обалденный вкус, и зернистый, вот именно нам все устраивает. Советую вам попробовать, всем. Компания «Ядрин молоко» регулярно обновляет линейку производимых товаров и представляет их на выставке «Регионы сотрудничества без границ». Ежегодно на выставке «Регионы сотрудничества без границ» мы презентуем наши новинки под брендом «Наша корова». В этом году это сметана с жирностью 15%, а кефира с жирностью 1% и 3,2%. Также мы выпустим увеличенную фасовку на масло. Масло 250 граммов. С каждым годом мы стараемся увеличить цемент, сделая более качественным и доступным для наших потребителей. Девиз компании «Живи с молоком». Это очень ценят покупатели. Поэтому свою продукцию «Ядрин молоко» поставляют не только в обычные магазины на территории Чувашии, но и в федеральные торговые сети. X5 Retail Group, Magnit, Ашан, Метро. «Ядрин молоко» признано лучшим предприятием республики 2015 года. Закупка сырья производится у ведущих сельхозпроизводителей Чувашии и Поволжья. Каждая партия молока проходит целый спектр анализов. Производственные линии – современные и высокоэффективные. В этом году в компании планируют увеличить объемы переработки молока до 250 тонн в сутки. Готовится к запуску оборудования для творожных изделий и мягких сыров. Маргаушской птицефабрике почти 50 лет. И все эти годы она специализируется на выпуске куриных яиц. Продукт полезный, вкусный, а самое главное – очень востребованный. В Московском районе по улице Кривого. И там у нас на рынке продается постоянно маргаушское яйцо. Вот мы там покупаем. Вам нравится? Очень. Маргаушскую яичную продукцию охотно берут на реализацию крупные сетевые магазины. На прилавках она не задерживается. Ежедневно выпускается 290 тысяч яиц, а склады на фабрике практически пустые. И неудивительно, помимо отменного вкуса, этот бренд знаменит высоким качеством, о чем свидетельствуют многочисленные награды престижных конкурсов. Кстати, всем, кто попадает на маргаушскую фабрику, становится понятно – работа построена таким образом, чтобы достигать только высоких результатов. Корм для птиц компонуется из высококачественного зерна и добавок и замешивается автоматически со строгим соблюдением дозировки. Несушек лишний раз стараются не тревожить, так что никаких петушиных боев. Все тихо и спокойно. За состоянием птиц внимательно следят ветеринары. Все это исключает возможность попадания на прилавки некачественного товара. Яйца получаются с крепкой скалупой и оранжевым желтком. То, что так нравится хозяйкам. Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос, на фабрике начали модернизацию и реконструкцию. За последние годы, три года, ежегодно увеличили уже по 30%. В прошлом году мы сумели произвести 90 миллионов, больше 90 миллионов. В связи с реконструкцией цехов, шести цехов, мы запланируем на будущие годы уже увеличить производство яиц на 35-40%. Помимо жиров и белков, яйца птицы содержат 17 различных витаминов и 17 же микро- и макроэлементов. Так что пищевая ценность товара неоспорима. В сочетании с невысокой стоимостью он становится одним из самых доступных, полезных и вкусных продуктов. Вкусная линия. Новый бренд Чуваш Потреб Союза. Кооперация объединяет около 60 предприятий республики. Одно из них – Ядринский мясокомбинат. Колбасные изделия копчености полуфабрикаты в сутки с производственных линий выходят более 5 тонн мясной продукции. Сырье только экологически чистое и натуральное. Предприятие закупает живоскот у местных фермеров, а также держит собственный убой на цех. Изделия Ядринского мясокомбината завоевали немало наград на различных выставках и большую популярность у покупателей. Я всегда только беру чувашскую продукцию и стараюсь в магазинах только искать только наше чувашство. Наша продукция самая вкусная, экологическая и чистая. Выражаю всем нашим чувашским производителям, чтобы особенно Ядринскому мясокомбинату дальше и так же продолжать работу и выпускать самую вкусную продукцию. ООК «Иператор» производит безалкогольные прохладительные напитки более 40 лет. Представлено несколько видов линейок продукции – детская, молодежная, классическая. Минеральные воды, морс, лимонады из Комсомольска – давно известный и всеми любимый бренд. Очень вкусно, освежающе. И вообще вода из Комсомольска славится среди народа. И поэтому мы вообще с удовольствием и приобретаем, и сейчас пробуем новинки этой продукции. И вообще рады, что на чувашской земле у нас есть такие предприятия, которые радуют наш чувашский народ. «Любить людей кормить» – девиз нового бренда «Чувашпотребсоюза». Современное импортное оборудование, контроль качества на каждом этапе производства, использование отечественного сырья, работа от поля до прилавка – все это позволяет продукции «Чувашпотребсоюза» занимать лидирующие позиции на рынке. То, что отличает нашу продукцию, это, я бы, во-первых, сказал, хороший ассортимент, очень широкий ассортимент, значит, натуральность продукции и приемлемые цены. Те условия, которые сейчас созданы вот с этими санкциями, значит, другими моментами, они позволяют нам увеличить объем производства нашей продукции и представить больше продукции из нашего местного сырья, хорошего качества, с тем, чтобы наши люди чувашские были довольны. Редактор субтитров А.Семкин